Сейчас тетруем, нейтрализацию делаем сейчас. Сейчас мы узнаем щелочность котловой воды. Все в порядке? Да, все в порядке. 24. Сейчас это пометим оранжево. Это один из методов химического контроля котловой воды. Лабораторное исследование проводится регулярно, ведь от количества содержания в воде соли и щелочных металлов зависит степень накипи, которая препятствует процессам теплообмена, снижает коэффициент полезного действия энергетического оборудования и даже может привести к перегреву и прогоранию котельного металла. Вероятность возникновения такого процесса в шестой котельной минимальна. Здесь не только воде уделяют внимание, но и всему оборудованию. Необходимые ежегодные профилактические работы уже завершены, и эта котельная, как и большинство, уже готова к топительному сезону. При этих работах выполняются работы строительно-монтажные, ремонтные, внутри котельных, на сетях, дымовые трубы, электротехническое, газовое оборудование и так далее. Весь комплекс работ, то, что необходимо выполнить и что невозможно сделать на действующем оборудовании. В настоящий момент из 68 котельных 52 прошли уже планово-предвидительные ремонты, 4 находятся в этих ремонтах. Опять же, повторяю, согласно постановлению главы города Сочи. Как выполняется работа, Анатолий Пахомов проверяет лично. И основной вопрос, который интересует главу, смогут ли все котельные обеспечить бесперебойным теплом сочинцев зимой? Ну, как она гарантирована? Она в рабочем состоянии. Мы ее оптимизировали. Мы сократили намерение с детки, в том числе, приобретению холодной воды. Это нам дало огромные результаты экономические. За последний год наблюдается устойчивая тенденция к снижению потребления ресурсов на единицу вырабатываемой энергии предприятия. Сверхнормативные потери теплоэнергоресурсов уже снизились более чем в 3,5 раза, утверждает руководитель Сочи Теплоэнерго. Я уверен в том, что теплосети работают согласно графику, работают успешно. Более того, теплосетями проведены большие работы, направленные на ликвидацию утечек. А таким образом мы сегодня все делаем для того, чтобы теплоэнергия была более дешевой. Стоимость услуги Сочи Теплоэнерго зависит от многих факторов, одними из которых является количество используемого ресурса и мощность оборудования. На передовой по показателям 16-я котельная в районе Фабрициуса. На профилактику она станет 6 октября, но уже сейчас внушая доверие, что зимой обеспечит теплом около 10 улиц и санаторно-курортный комплекс. В планах Сочи Теплоэнерго провести соответствующую реконструкцию еще на нескольких городских котельных. В активной фазе подготовки к зиме и управляющей компании, чтобы подготовить многоэтажки к холодам, нужно не только проверить состояние труб и тепловых узлов, провести промывку и опрессовку систем. Важная часть работы – ремонт кровель и фасадов, а еще утепление чердаков и подъездов. На каждый дом управляющие компании должны уже в ближайшее время оформить паспорта готовности.